Всем привет, с вами Добгай и мы продолжаем играть в Терсфорн 4 за Польшу, а теперь уже Советский Союз. В прошлой серии мы формировали Славянский Союз, немного пробили их, пробили здесь вражеские государства. Я уже заранее перевел сейчас флот, ну точнее подлодки с севера на запад. Как можете видеть, эффективность нереально повысилась, потому что здесь уже некого топить. Я буквально чуть-чуть промотал без записи, чтобы вот это все заменеджить. И мы потихоньку продолжаем двигаться на этот восток, ужасно медленно, ужасно потихоньку, но проблем нет. Вопрос только в том, сколько займет времени. Собственно говоря, также мы в Индию начинаем двигаться. Я думаю, что можно, кстати говоря, перекинуть танки в Индию, потому что здесь все равно им как бы делать особо нечего. Тапче снабжения будет, а в Индии в целом плюс-минус дороги есть, снабжения есть. Так что так мы, я думаю, сделаем. Поехали. Так, наши правые ВДВшники взяли Крит. Тут мы тоже Готланд взяли. Теперь мы более-менее в безопасности. В Скандинавии тоже взято. Здесь есть микробаза, возможно ее тоже стоит захватить. Здесь мы подликвидируем окружение. И слушайте, мы уже близки к Японии. И, собственно говоря, здесь мы тоже неплохо так уже в Индии продвинулись. Надо только немножко помогать руками периодически. Но с Элоном у нас все неплохо. И мы, конечно же, топим огромное количество их конвоев. Это не может меня тоже не радовать, потому что я уверен, что часть из них это войска. Там не только ресурсы. И вот после, на самом деле, несложных боев мы захватили всю Индию. Освободили целый фронт. Надо придумать, или куда идти наши армии. Целых три штуки. Потому что сюда пихать еще больше у нас в любом случае не получится. Там нет столько места. Здесь Китай как будто пробивается и сам. То есть, ну, нам только здесь остается. Мы, кстати говоря, здесь уже встретились с Китаем. Наши войска, я думаю, обменялись уже приветами. Приветами. И даже не знаю, реально. В Русская они просто на гарнизонах, наверное, стоят, чтобы это все не захватили случайно. Я, кстати говоря, обнаружил, что США высадились в Британии. Пахнет как будто Британия падет. А ну-ка, давайте посмотрим, сколько там еще. А там еще Китай великая держава. Ладно. Союзники не падут с этим. Но давление на нас точно усилится. Следовательно, давайте достроим. Ну, чуточку, так сказать. Совсем чуточку войск для гарнизонов вот сюда. Это у нас вот этот парень. Тут он парню. Пускай достроится еще 48 дивизий. Так сказать, эти господа заплатят за все. Говоря, мало того, что Британия смогла отбиться. Не без моей помощи. Я сюда загнал подлодки, и они просто перетопили кучу американских конвоев. Скорее всего, там были и войска, и снаряжение для тех войск, что в Ирландии и в Британии. Так что, ну, я думаю, это была очень большая поддержка. И кроме того, из-за того, что мы топим тут, ну, я подозреваю, что из-за этого, Испания перешла в контратаку. А я думаю, что именно из-за этого, потому что, ну, здесь в основном-то войска, я думаю, американские, ну, и, возможно, какие-нибудь японские, там, изгнание каких-нибудь немецких. А без снабжения вот отсюда, ну, им очень сложно воевать. Причем, нет, там еще, да, там еще Южная Америка, все вот это, вся чушь. Я думаю, именно она тут находится. И это позитивный момент, потому что мы вот тут выгоним наших врагов из Европы. Останется только здесь вот дойти, а мы уже очень близки. Как только мы войдем в Корею, где-нибудь там у нас появится аэродром, я думаю, мы уже начнем планировать наши десанты в Японию. Мы наконец-таки дошли до Кореи. Это значит, что, во-первых, я бы еще парашютов, парашютных войсков, ну, вдвое построил. Во-вторых, это значит, что мы можем начать бомбардировку в Японию. У нас здесь есть серия авиабазы. Мы до этого, как вы можете видеть, Ирландию бомбили, потому что, ну, американские базы без морских баз, без авиабаз. Там им очень сложно было бы оперировать. Но в целом, сейчас можем оттуда уйти. Пускай Британия справляется дальше сама. Они тут вроде как ну, так успешно справляются. Они выбили войска, наконец-таки, вражеские отсюда. Конечно, еще есть вот этот альянс, но это уже фигня такая. Аргентину бы как-то выбить, чтобы капитулировал вот этот альянс, на самом деле. Но я не думаю, что я как-то могу сюда попасть. Так что сейчас займемся мы капитуляцией Японии. Параллельно выбиваю здесь вот всякую чушь вражескую. Так, спустя долгие и очень жестокие бои мы смогли пробиться еще дальше. Здесь почти, наконец-таки, докрасили. Это дикий ужас здесь докрашивать. Но нужно, потому что иначе какая-нибудь хрень высадится. И вот такого какого-нибудь червя пустит и бегает за ним потом. Здесь мы тоже почти закончили. Тут получились такие приятные окружения. Собственно говоря, мы их ликвидируем обязательно. Здесь то же самое. Потихонечку. Параллельно я тут бомблю Японию. Потому что, во-первых, могу. Во-вторых, снижаю ее производство. Собственно говоря, это полезно. И уже начал своими подлодками просто нагло топить конвои прямо на выходе из американских портов. Подозреваю, что Америка может здесь проводим обмородировщиками и так вот их потопить мои подлодки. Но мне их настолько много, что мне уже их не жалко. И в Японии мы примерно то же самое делаем. Как бы говоря, здесь мы на самом деле и американцев, я думаю, каких-нибудь перехватываем, да? Вот, типа, вот так. Потому что здесь американских войск много. И сейчас мы начнем высаживаться в Японию, я думаю, и по воздуху. Но не по морю. На самом деле, да, по морю не будем. А вот здесь вот мы как раз-таки по морю. Потому что, ну, воздухом до сюда дотянуть сложновато. Особенно транспортники. У транспортников такой маленький рейндж. Это просто ужас. Посмотрите на этот рейндж. Причем еще, как обычно, авиабаза не на том месте. Ну, типа, это просто смешной рейндж по сравнению вот с вот этими самолетами. То есть мне не хватает, допустим, возможности добавить рейндж транспорника. Ну, в целом, ладно. В целом, ладно. Это не так страшно, не так важно. Самое главное, что сейчас мы полетим в Японию. Ну, даже, наверное, сначала, так как мои спецфойска все заполнены, и они здесь, мы попробуем высадиться в Америку. И даже не знаю, как это получится или не получится у нас. Я ожидаю, что получится, конечно же. Так вот мы примерно как-нибудь сделаем. На самом деле, ладно, пускай все охотятся на конвои. И сейчас будем пытаться набить превосходство на высадку. Итак, в Америку у нас пока не получилось получить присутствие на море, но вот около Японии вполне. Вот этот вот захваченный флот, которому я сделал в шаблон, и теперь мы отстраиваем именно боевой флот. Именно он нам, собственно говоря, очень неплохо помог получить здесь преимущество на море. Побыстрому сейчас попробуем высадиться. Да, получилось у нас успешно. В Японии не так много, как обычно, поддержки войны. И сейчас мы постараемся побыстрее ее захватить. Кроме того, у нас здесь вот были еще войска, которые можно здесь использовать. Их мы тоже отправим, конечно же, сюда. Куда-нибудь сюда вы наступаете лично. И можно сразу же туда и авиации подзабросить. и после этого уже планировать, как мы, собственно говоря, будем высаживаться в США. Я, в принципе, придумал себе план. Мы захватим сначала Гренландию. Это более-менее реалистичное. Куда мы периодически получаем... У нас вот с этими регионами проблема преосходства в море. Вот над этим регионом мы иногда получаем преосходство. И, соответственно, мы можем высадиться в Гренландию. А затем уже здесь с морской базой, конечно, попроще будет высадить в саму США. Кроме того, я тут заметил, Британия высадилась в Америке. И что-то даже более-менее успешно делает. Ну, посмотрим. Ну, в случае сейчас мы капитулируем Японию, а за ней нужно будет капитулировать США. Тут вообще почти стран не осталось. Вон, Филиппина. Только мы просто всех разбили. Вот я капитуляцию. Что-то даже отдалось Китаю. Не очень это приятно, но в целом без разницы. И это значит, что мы можем полностью сфокусироваться на последнем противнике. Ну, предпоследнем на самом деле. Надо будет еще аргентивно капитулировать для прям полного завершения войны. Но в целом реальный соперник это уже, конечно, последний. И вот мы получили на моменте какое-то преимущество. Буквально туда-сюда. Иногда они какие-то корабли отходят. И мы получаем чуть-чуть побольше. И мы захватили себе Гренландию. Прекрасно. Теперь мы можем больше сюда войск перебросить и уже ими готовить выставку. Это говоря, у США какая-то космическая низкая поддержка войны. Даже не уверен, почему. Хоть казалось бы, типа, да, тут продолжительные бомбардировки, вот это потеря в бою, все дела, но реально до пяти. Супер жесткая на самом деле. Ну и мне кажется, она буквально вот столько хватит захватить, чтобы они капиталировали с пяти процентами. Ну, может, чуть побольше. Вот так. Но проблема в том, что нам нужно получить морское преимущество, а это сложно. Ну, мы не отчаиваемся и строим свой флот. С ним, конечно, получится получше. Кроме того, возможно, мне стоит построить сейчас большие бомбардировщики, но не просто стратегические, а морские. И с ними вывезти просто все порты. Без портов там не будет кораблей, которые дают преимущество. Я обнаружил добавный факт в том, что вот эти самолеты тоже могут бить по портам. Бомбовые отсеки дают удары по портам. Следовательно, мне даже не нужно отстраивать какие-то новые самолеты. Хотя, будем честны, я это сделал очень быстро. У нас уже четыре в день. строятся, так что, ну, в принципе, я их тоже сюда добавлю, конечно же, но они и так хорошо справятся, на самом деле. Так что, это вопрос небольшого времени. Смотрите, как у нас сразу все подзеленело. Ну, как, не прям подзеленело, но проценты резко подросли. Тут было где-то вот здесь, стало уже почти половина. И вот, видите, какие-то вообще регионы периодически зеленые становятся, так что, можно уже включить. И в один момент мы поплывем. Потому что самолеты очень неплохо справляются с американскими кораблями. Кроме того, я тут попросил прохода у Британии и Канады. И наши войска теперь еще и в Канаде помогают наступать. Так что, падение США не за горами, а вот и наш десант поплыл. Прекрасно. И вот момент высадки у нас все очень неплохо получается, у нас хорошие дивизии, причем морпехи, у них нету дебафа на высадку здесь. И мы пробиваемся и забираемся в Бостон. Теперь у нас есть неплохой плацдарм, главное теперь его заполнить войсками. И мы также сделаем то, что поможет им выиграть, сбросим пару ядерных бомб на США. Ноль поддержки войны. Любопытно. 50% надо захотеть. Нет, это достаточно много, но перебрасываем мы теперь туда еще побольше войск и сейчас там будет весело. Перед нас сюда доехали наши танки, ну, с танками, ну, и вот эта пехота из Канады перебросила сюда, потому что здесь очевидно попроще наступать будет. Со всем этим сейчас здесь все будет намного-намного веселее. Ну, как я говорил, тут все пошло весело, на юг у нас наступает суперлегко, особенно с танками. Против наших танков американцев, конечно, шансов нету особо. Они все еще, кстати говоря, средние, все еще не перешел на современные, но там повышение характеристик на самом деле минимальное, буквально. Кстати говоря, возможно, мы можем сделать вот так. Ну, да. Пускай станет еще веселее. И, на самом деле, они очень быстро капитулируют, там ноль поддержки войны. Буквально мы вот захватим где-то так, может, вот еще вот столько и все. И вот оно произошло, капитуляция. США, амбисисней, всего этого чудо. Давайте я замерюсь и мы вернемся. Ну, и вот такой вот получился у нас мир. Мы забрали практически все евразийские территории. Японскую Японию мы не трогали, кстати, ну, только острова немножко забрали, да, отсюда, как и в Америке. Японию, кстати говоря, выделили демократическое. Китай объединился, я ему не мешал с этим. Пускай захватывает там всякие все страны. Собственно говоря, здесь в Европе, в Италии, кстати говоря, в Италии какая-то чушь происходит. Там коммунисты пришли к власти, хотя, типа, никто их не трогал. В общем-то, здесь у нас, кстати говоря, все еще продолжается война. Потому что здесь они стали, получается, США проиграла, а США воевала с Мексикой и с вот этой чушью. Получается, мы вернули территорию, как бы. В целом, мы взяли Восток, Китай взял Запад, я бы сказал, что в принципе на это можно подзакончить. Технически тут у нас еще осталось, конечно, вот этот мелкие страны подобивать, но, объективно говоря, у нас уже нет соперников. Последний нормальный блок мы разбили. Людские ресурсы у нас бесконечные. Промышленность у нас бесконечная. Строим, что хотим. Вот. Получилась такая очень плотненькая страна. Возможно, можно было бы выделять какие-то страны, но мне так не нравится, варскор разделяется, да и единым блоком как-то выглядит покрасивее. Вот. В любом случае, с вами был, ребята, был Добгей. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, ставьте лайки, добавляйте комментарии и до новых встреч.